Давайте продолжим рассматривать треугольники с углами 30, 60 и 90 градусов. Просто повторим то, что мы только что выучили. Надеюсь, что выучили, если нет, то как минимум увидели. Итак, у нас есть треугольник с углами 30, 60 и 90 градусов. И помните, все это работает только в случае, если у нас углы 30, 60 и 90 градусов. Предположим, что длина гипотенузы равна h. Мы вычислили, что сторона противоположной углу в 30 градусов, она же самая короткая сторона в треугольнике, будет равна h делить на 2 или половине гипотенузы. Также вычислили, что более длинная сторона противоположной углу в 60 градусов равна корню квадратному из 3 делить на 2 и умножить на h. Давайте рассмотрим задачу, в которой мы будем применять эти знания. Допустим, у меня есть такой треугольник. Это прямоугольный треугольник. Это 30 градусов. И мы можем вычислить, если это 30, тогда это будет угол в 60 градусов. Допустим, гипотенуза будет равна 12. Длина стороны 12. И мы знаем, что это гипотенуза, поскольку она противоположна прямому углу. Чему будет равна вот эта сторона? Эта сторона противоположна углу в 60 или в 30 градусов. Угол в 30 градусов смотрит на нее, так? Я специально нарисовала этот треугольник немного иначе. Угол в 30 градусов смотрит на эту сторону. Она же в треугольнике самая короткая. Мы знаем, что сторона, противоположная углу в 30 градусов, равна половине гипотенузы. Раз гипотенуза равна 12, значит, сторона 6. А эта сторона, противолежащая углу в 60, равна корню квадратному из 3 делить на 2 и умножить на гипотенузу. Корень квадратный из 3 делить на 2 умножить на 12, или же просто 6 корней из 3. Еще интересно, что длинный катет всегда больше короткого в корень из 3 раз. Здесь у нас 6, а тот катет равен 6 корней из 3. Ладно, не хочу вас слишком запутывать. Давайте решим еще одну задачу. Скажем, что это наш прямоугольный треугольник, и это 30 градусов. Допустим, что эта сторона равна 5. Какова тогда длина вот этой стороны? Давайте разберемся, что у нас имеется. 5 – это какая сторона? Если это 30 градусов, мы знаем, что здесь у нас будет 60. 5 противоположно углу в 60 градусов. х – это гипотенуза, так как она противоположна прямому углу. Она также и самая длинная сторона треугольника. Мы знаем из нашей формулы, что 5 равно корень квадратный из 3 поделить на 2 умножить на гипотенузу. В этом примере это х. Теперь просто вычисляем х. Мы можем умножить обе стороны равенства на обратную дробь. Если мы все это умножим на 2, деленное на корень из 3, и здесь 2, деленное на корень из 3, мы получим 10, деленное на корень из 3 с этой стороны. Здесь 2 сокращаются, корень из 3 тоже сокращается, и остается х. Если вы смотрели последние пару уроков, вы уже понимаете, что это правильный ответ. Но у нас же здесь в знаменателе корень из 3, а люди не любят видеть в знаменателе иррациональные числа. Мы обсудим попозже, почему это плохая практика. Сейчас давайте избавимся от иррациональности в знаменателе. Итак, х равно 10 делить на корень из 3. Чтобы это сделать, мы можем умножить и числитель, и знаменатель на корень из 3. Умножить числитель и знаменатель на одно и то же число – это то же самое, что и умножить дробь на 1. Это все равно 10 корней из 3 делить на корень из 3 на корень из 3 – это просто 3. Итак, х равно 10 корней из 3, деленное на 3. Эта гипотенуза… Ой, я знаю, я вас запутала. Эта гипотенуза равна 10 корней из 3, деленное на 3. Мы знаем, что сторона противолежащей углу в 30 градусов, а здесь у нас 30 градусов, равна половине гипотенузы, то есть 5 корней из 3, деленное на 3. Надеюсь, это позволило вам лучше понять свойства треугольников с углами 30, 60 и 90 градусов. Думаю, вы уже готовы попробовать решить пару задач на теорему Пифагора более сложного уровня. Что ж, пробуйте!